От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Это выражение слышали многие, но вряд ли кто-то задумывался всерьез, что такая ситуация может случиться с ним. По разным обстоятельствам люди оказываются на улице. И если бы не добрые, отзывчивые горожане, таким бездомным пришлось бы худо. Благотворительная организация Дом помощи работает в Челябинской области уже четвертый год. Каждое воскресенье у храма Ксении Петербургской по адресу Новороссийская 8А волонтеры устраивают раздачу горячих обедов. А по средам кормят нуждающихся во дворах дома Каслинская 24. Сюда может прийти абсолютно любой человек, неважно, бездомный это или человек, у которого есть свое жилье. Получить он здесь может первое, второе. Интересно, что приходят сюда не только люди без определенного места жительства, но и обычные пенсионеры, которым просто не хватает денег на еду. Кормят хорошо. В меню куриные и рыбные супы, макароны и крупы с тушенкой. Готовят сами волонтеры Дома помощи, а раздавать обеды нуждающимся помогают прихожане храма. Неравнодушные люди, кстати, приносят сюда также теплую одежду. Вдруг что-то кому-то пригодится. Помогают Дому помощи благотворители и деньгами. На эти средства в том числе купили автомобиль, на котором волонтеры курсируют по городу. Социальный патруль объезжает самые неприметные уголки мегаполиса в поисках тех, кто уже находится на грани. Им оказывают разную помощь и могут дать временный приют. Здравствуйте, ребята. Как съездили? Хорошо, накормили. Всех накормили? Всех накормили. Ну, хорошо. Проходите. Социальный приют приятно удивляет. Просторный и добротный дом расположен на довольно большой территории. Здесь есть и свой огород, где подопечные выращивают овощи и зелень, и своя баня. Вот это наша баня. Она у нас топится дровами, где ребята могут попариться, помыться, привести себя в порядок. Здесь мы сушим вещи. Дрова обитатели Дома помощи заготавливают тоже собственноручно. Здесь вообще все принято делать своими руками. Таковы правила проживания в социальном приюте. Труд, строгая дисциплина и сухой закон соблюдаются всеми безукоснительно. Зато атмосфера вполне домашняя. Подопечные центра проводят время за чтением книг, учатся играть на гитаре. На сегодняшний день здесь проживают 23 человека. Михаил Естафьев, родом из Перми, хотел подзаработать в Кургане. Волею судьб оказался в Черябинске. Семьи у мужчины нет, позаботиться о нем некому. И дошел до той точки, когда либо пан, либо пропал. Телефон Дома помощи подсказали случайные знакомые. Жил, конечно, очень плохо. То есть был очень большой соблазн в алкоголе. Там, как бы, ну и, как бы, мог на работу идти, мог не идти. Вот, как бы, вот так. А сейчас, как бы, я восстановился, во-первых. И, как бы, у меня все вообще замечательно, все хорошо. За три месяца, пока Михаил живет в центре, он думал о многом. Хотя воспоминания из такого недалекого прошлого даются нелегко, но видно, что в глазах у мужчины теперь есть надежда. В свои 47 лет он понял, что мечтает о семье. И такие истории организаторы социального приюта видят и слышат здесь каждый день. В подобной ситуации практически когда-то оказался сам лично. И когда я с ней остался один на один, я понял для себя, как это важно, что человеку необходима помощь извне в подобной ситуации. В прошлом Вячеслав преодолел свой сложный этап жизни. Сегодня у него прекрасная семья, жена и двое детей. И благодаря им он готов помогать другим, тратя время и силы на благотворительность.